Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ирина Камискик. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы ко мне заклянули. Сегодня у меня будет разбор коробочки от Ильды Батэ, где совместно с группой Серебро они сделали 32 коробочку красоты. Если вам интересно узнать мое мнение по данной коробочке, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру и поехали! Собственно говоря, коробочка от Ильды Батэ в этот раз выглядела крайне ярко, крайне красиво. Здесь у нас представлена на такой вот отверточной упаковке группа Серебро и написано «Любимые продукты группы Серебро». Сейчас мы с вами познакомимся, что же, собственно говоря, любит группа Серебро от бренда Сифара. Очень интересно. Я вчера данную коробку уже вскрыла, мне было мега любопытно, и я была очень сильно уставшая, поэтому я не смогла с вами поделиться своими первыми впечатлениями. Но, надеюсь, впредь я буду вместе с вами открывать данные коробочки. Ну что, открываем коробочку, и что же мы видим? Мы видим, здесь лежит открыточка и сами продукты. На открыточке также изображена группа Серебро, и сзади у нас идет перечень продуктов, которые представлены в данной коробочке. Я начну доставать по порядку, как идет по списку, для того, чтобы было все по порядку. Первая у нас представлена в коробочке, это водостойкая подводка, которая придает выразительность вашему взгляду, и она в черном цвете. Здесь у нее объем 6 мл, и она вот такая вот черная, интересная упаковочка, интересный дизайн у данной подводки. Для такого человека, который не умеет и не знаком с продуктами именно такого характера, я просто не умею рисовать стрелки, и это вообще как бы не мой конек. Для меня было очень интересно узнать, что это за продукт. И вчера, когда я увидела данную вот эту вот упаковочку, мне захотелось ее вскрыть и просто хотя бы открыть и посмотреть, как вот эта вот ручка будет лежать в руке. И могу вам сказать, девчонки, это крайне удобно, вот правда крайне удобно. Здесь такой фетровый наконечник тоненький, и это крайне удобно для того, чтобы прорисовать стрелочку. Собственно говоря, чтобы вы понимали, очень легко и просто. Если вы умеете, то ей будет очень вам легко оформлять ресничный край. Я хочу сказать, мне очень сильно польстила данная упаковка, мне понравилась. Цены на продукты, конечно же, я оставлю где-то вот здесь в правом углу. Для вас это будет, наверное, левый угол. Ну так вот, хороший достаточно, хороший дизайн упаковки, она абсолютно черная. Если я не надумаю ей пользоваться, я просто ее разыграю для вас. Ну, мне кажется, крайне хороший, интересный дизайн упаковки, и там есть какой-то шарик. Это, видимо, для того, чтобы эта подводка просто не густела и не застывала. Следующее, что попадается в коробочке, это идет тушь от бренда Sephora. Это идет тушь, объемная тушь для ресниц, черная, сделанная в Италии. Что нам обещает производитель? При помощи 850 ворсинок данная тушь удлиняет, разделяет и придает объем. Сейчас, в данный момент времени, у меня есть туши, которыми я пользуюсь. И здесь, кстати, у этой туши, я хочу сказать, поэтому я ее не буду открывать, тут уж пока. И что я могу сказать, здесь эта тушь тоже произведена в Италии, и здесь объем целых 12 мл. Мне кажется, это прям хорошая тушь, и на 3 месяца использования ее точно хватит. Сейчас вам покажу, как выглядит щеточка у этой туши. Она, знаете, такая, мне кажется, абсолютно обычная ворсинистовна. Выглядит вот так вот, чтобы вам было видно. Следующий продукт, который здесь представлен, и мне кажется, это просто бомба данной коробочки. Ну, это просто именно те продукты, которые я очень давно хотела попробовать от этого бренда, но все никак не получалось приобрести, потому что в нашем городе не представлен именно этот бренд. Я нигде его не вижу, а ехать в Ульдебдэ достаточно далеко. Так вот, в этой коробочке были представлены аж 2 жидкие помады, на шумевшие жидкие помады с матовым финишем. И мне попалось здесь 2 помадки. Одна идет в заявленном цене Blush Cooper 23 оттенок, и 13 оттенок, который называется... Я вам сейчас не скажу, потому что очень-очень мелко написано. Только написано, что это Made Italy, и по 5 мл данных помад. Вот это вот оказался Blush Cooper 23 оттенок совершенно не мой. Ну, не мой, то он достаточно очень темный, и я не люблю такого цвета помады, но мне захотелось ее вскрыть. Все-таки я ее распечатала в надежде того, что я буду пользоваться, но так я ее и не стала дальше пользоваться. Я поняла, что она будет мне темновата. А вот это вот в 13 оттенке, она более светлая. Для меня это будет такой, знаете... Для меня она все равно темноватая, но я думаю, что с ней я поиграюсь. Я ее уже нанесла. Этот цвет выглядит вот так вот. Твердеет, она застывает, фиксируется буквально в течение минуты, и она получается не совсем стойкая, как вы видите, немножко она смазалась, но больше, когда уже прошло больше времени, она зафиксировалась полностью. И очень красивый цвет, чтобы вы видели, это вот этот вот темный, но красивый оттенок. Я его себе оставляю, оставляю себе 13 оттенок вот этот вот. Мне очень понравилось, пахнет она какими-то конфетками, с ванилью, сливочной ванилью, и обычный простой аппликатор, который достаточно очень удобный при нанесении. Я хочу сказать, сама помадка найдет как блеск жидкая, но она очень пигментированная, и буквально вот один раз, когда вы достаете аппликатор, ей можно спокойно нанести помадку. Но мне кажется, это не совсем та помадка, которую можно наславить. Все-таки ее нужно стирать потом просто в ноль и делать дальнейшие слои. Но это мне от вчерашнего использования так показалось. Следующее, что попадается в коробочке, это у нас идет мицеллярная вода для снятия макияжа. И здесь я могу сказать то, что бренд Сифара, они сделали какие-то маленькие упаковочки. Это просто новинка 17-го года была. Я помню, что это прям вот много кто себе их приобретал, и я все никак не могла удостоиться приобрести данную продукцию. Она у меня идет полностью запечатанная, досталась мне она с зеленым чаем. Производитель не удосужился, не написал, что она должна сделать. Он просто написал, что это супер практичное средство, не требует смывания и помещается в любой сумочке. Я так предполагаю, производитель подумал именно для того, чтобы ее брать в путешествие с собой. Но в принципе это очень здорово. И когда эта мицеллярная вода здесь закончится, то можно будет вашу обычную мицеллярку сюда наливать, для того, чтобы у вас был такой travel флакончик для мицеллярки в путешествии, если вы ездите куда-то и пользуетесь мицеллярной водой. Следующее, это тоже просто хит и бомба продуктов от Сифара в уходе за собой. Это их маски, которые тоже появились в прошлом году. И это, насколько я помню, в 2017 году, это маски, которые были в таких представленных майонезных упаковочках. Здесь по 35 мл. Мне досталась такая вот сиреневенькая. И это сиреневая глина, увлажнение и гладкость кожи. 35 мл. На самом деле я дико рада, что мне попалась такая вот именно масочка, потому что у меня сейчас кожа находится в состоянии сухости, обезвоженности. Глиняные маски я очень сильно люблю, и мне нравится именно эффект очищения от глиняных масок. Поэтому обязательно попробовать данные масочки с удовольствием. И еще вот эти вот масочки очень здорово делать, покупать. Их очень много представлено. И вот этими масочками делать мультимаскинг можно. Насколько я помню, это сам даже производитель рекомендует делать. Но у меня сейчас есть серая масочка и вот эта. Так что теперь я могу полноценно сделать мультимаскинг и поделиться мнением с вами. Так что вот такая вот упаковочка у меня попалась. Следующее, что попадается, это ночная маска для волос, уход за волосами во время сна. Это вообще, знаете, для меня совершенно нетипичные продукты. Я ни разу таким не пользовалась. И эта маска представлена вот в такой упаковочке. Здесь шапочка, а тут 30 мл самой маски. У меня попалась масочка с маслом ши. И она идет для укрепления и против ломкости волос. У меня сейчас волосы как раз нуждаются в укреплении и в борьбе с ломкостью. С ломкостью я, конечно же, попробую. На самом деле для меня это дико нетипично, что-то наносить на себя на ночь и спать с этим. Мне кажется, это как-то будет, ну, по крайней мере, смешно. Но главное, чтобы это еще было и действенно. Конечно же, это все по тесту и вам расскажу в пустых баночках. Так что не забывайте на меня подписаться, чтобы не пропустить пустые баночки, выходят за собой. У меня они бывают как выходят за собой, так и хозяйки на заметку. Так что вот так вот. Кто пробовал, девочки, подобные маски от этого бренда, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравились они вам или нет. Вообще нравится ли вам уход от бренда Сифара и как он вам. Очень интересно узнать ваше мнение. Так что вот такая вот масочка. Цены, конечно же, еще раз говорю, ставлю где-то здесь для того, чтобы вы могли примерно сориентироваться, сколько бы это стоило коробочка, если бы я покупала каждый продукт по отдельности. Так, следующее, что попадается, это уже прям совершенно пробнички будут. Это прозрачная пудра Beauty Amphine. В общем, это матирующая, фиксирующая макияж пудра, сокращает видимость пор и мелких морщин. Но мне кажется, это что-то должно быть по типу. Вот такая вот эта пудра выглядит она в полноразмерном формате. Собственно говоря, здесь даже производитель написал, какой кистью желательно наносить данную пудру. И сам формат пудры, который предоставили именно на пробу. Но для меня вообще матирует и фиксирует макияж. Это мои любимые метеориты от Guerlain. Как я уже вам говорила, я просто влюблена в их. И мне этого сияния от метеорита всегда хватает. Но мне было любопытно попробовать вот такие вот продукты, потому что у меня ни разу не было подобных продуктов, именно белых пудр. А здесь с удовольствием попробую и присмотрюсь к кисти от Sephora, потому что много слышала противоречивых отзывов на данные кисточки. Возможно, себе возьму, попробую данную кисть от этого бренда. Если вы пробовали данную пудру, то же напишите в комментариях, понравилась она вам или нет. Следующее, что попадается, это тональная основа. Тональный крем длительного действия 10 часов. Обеспечивает эффект без видимых недостатков. Технология вторая кожа, сатиновое покрытие. Также представлена, как она выглядит в полноразмерном формате, какой кистью ее можно наносить. Ну и сам, собственно говоря, пробничает тональная основа. Мне попался в 22 оттенке Clear Light. И на самом деле я не дружу с тональными основами, но это обязательно как-нибудь попробую. И либо просто сниму видео с макияжем, попытаясь снять какой-нибудь макияж и использовать данные продукты. Либо просто вам расскажу уже в пустых баночках, понравилась мне эта тональная основа или нет. Так что вот так вот. Но, в принципе, очень здорово, что представили такие форматы. Есть возможность хотя бы, по крайней мере, сделать один макияж и разобраться, подойдет или нет. Ну и крайне последний продукт. Это у нас идет отшелушивающий крем для умывания. Древесный уголь. Идеальный детокс-эффект, кремовая текстура, трансформер, подойдет для самой чувствительной кожи. У меня чувствительная кожа и здорово, что мне это вложили. Это вот такой вот пробничек, который идет в объеме 3 мл на один раз. Так что тоже позаботились и вложили нам сюда, в эту коробочку. По итогу, что я могу сказать. На самом деле состав очень-очень-очень хороший, так как здесь есть 2 помады, здесь есть тушь, здесь есть подводка, здесь есть тон и здесь пудра. То есть вот с этими продуктами, по большому счету, вы можете полноценно сделать макияж. Вот серьезно. Если вам подойдут помадки, то вообще это круто. Но полноценный макияж, это однозначно вы с этим сможете сделать. Также здесь есть полноценный продукт для очищения кожи. И это очень круто для того, чтобы познакомиться. И это идут полноразмерные продукты. Ну и конечно же попробовать масочку данного бренда. Это тоже очень здорово. По большому счету, мне очень сильно понравилась данная коробочка. Я очень рада, что ее заказала. Данная коробочка стоила 1190 рублей у них на сайте. Я осталась крайне довольна этим наполнением. Поэтому, если какие-то продукты я не надумаю пользоваться, к примеру, подводку и помаду, я смогу бы подарить. Либо как вы думаете насчет того, чтобы эти продукты разыграть именно для вас. Конечно же, пишите в комментариях, чтобы я могла знать. Ну вот, девочки, на этой ноте я буду с вами прощаться. Большое спасибо, что вы досмотрели данное видео до конца. Если вы чем-то пользовались, конечно же, пишите в комментариях. Мне будет дико интересно узнать ваше мнение. И большое спасибо, что вы подписываетесь на мой канал и поддерживаете меня. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всех целую. Всем пока-пока.